Всем привет! С вами модный блогер Станислав Андреевич, модный скуф Станислав Андреевич. Здоровья вам, вашим близким! Берегите себя! Так, аккуратненько, надо бы не въебаться. Это школа пикапа Станислава Андреевича, в которой мы обсуждаем либо отношения, такие межполовые, между мужчинами и женщинами, либо, я там, выделюсь какими-то историями о розозаврах, громозеках, женщинах-медведях и же с ними, часто спрашивают, как будто истории про громозек, и я часто отвечаю, ребят, за каждой историей про громозеку, блядь, стоит реальная громозека, пришедшая или приехавшая, или которой я приехал навстречу, а это нихуя не смешно в этом участвовать. Слушать об этом может быть, но присутствует, блядь, не нахуй, пока нету. Вот, здесь наткнулся на какой-то, ну, там, пост, даже заскриншотил, я вот сюда вот сейчас поставлю, вот сюда вот, вот, чтобы вы тоже немножко прочитали, ну, если что, на паузу нажмете, Сомбурская пишет, что, ну, типа там, и как обычно, давай там паблики это тиражировать, там, форсить, как обычно, а если вы зайдете в комментарии, блядь, под этим, ну, постом, вы там увидите просто барсучью стаю, свору каких-то бишеных, блядь, мужиков, ревучих белугой, да нахуй ты нужна, да епись ты в сраку. Короче, пишет она о том, что она не хочет, чтобы мужик там зарабатывал меньше, ну, я так имею в виду, подразумеваю, что она имеет в виду, ну, там, на порядок меньше, что, мол, ну, она там привыкла жить на определенном уровне, у нее там хорошая квартира, но она не хочет, чтобы он туда приезжал, она хочет, ну, типа, это такая большая, такая девочкина квартира, она хочет там переехать к мужику, плюс она вкладывает там в себя, в свое тело, в визуал, и тут типа вот она пишет, такой Вася придет на все готовенькое, бла-бла-бла-бла-бла, ну, банальная вещь. И казалось бы, да, еб твою мать, какой повод еб хуесосить, сказать, ебаный в рот, блядь, вот скотина, блядь, вот, блядь, не хочет, сука, жить, блядь, с тем, кто беднее ее, блядь, почему она должна, блядь, хотеть жить с тем, кто беднее ее, вот вы же не хотите, блядь, тратить на телок дохуя бабок, вы же от тарелочницы шарахаетесь, блядь, или телок, который начинает разводить на деньги, блядь, ну, вы же не хотите тратить, ну, если только на любимую женщину, правильно, ну, там, условно, и то, я уверен, блядь, многие даже на любимую не хотят, ну, лишний раз, да, ну, как бы, это не к тому, что это плохо, ну, деньги тратить-то хуй знает на что, ну, как бы, не на себя любят далеко не многие, даже те, у кого не есть, ну, так а почему она не имеет права желать того же самого? ну, представьте, вот, ну, реально живет там телка, да, ну, доход там у нее, ну, не знаю, сколько там у Сумбургского дохода, ну, допустим, вот она зарабатывает 500 тысяч в месяц, работает там в какой-нибудь компании, не знаю, там, менеджером хорошим и так далее, среднего звена, вот, зарабатывает там около 500 тысяч, ну, живет в Москве, и ты, например, там зарабатываешь 80, ну, допустим, ну, работаешь там, я не знаю, где-то, в МВИДЕО, вы полюбили друг друга, допустим, ну, или просто вот у вас там какой-то роман, гипотетически, я не буду говорить о любви, ну, реально там о высокой любви, потому что об этом вообще, как правило, не говорят, ни Сумбургская, ни кто-то, кто не было, все бы что-то любовь исключают из правил, и, точнее, не справил из этого, блядь, уравнения, ищут пригодных женщин для жизни, пригодных мужиков для жизни, ну, почему-то я никогда не слышал, ну, таких вот, знаете, посылов, типа, найти любовь, наоборот, любовь ты не найдешь, ты, ну, это не от тебя зависит, это гормональная, блядь, эндокринная система решит, полюбишь ты или нет, вот почему-то на это не опираются, ну, ладно, мы сейчас не об этом, и вот, например, зарабатывает, ну, такая там девчонка, да, там, 500, а ты там 70, блядь, вот она привыкла, ну, там, живя одна, какое-то время зарабатывая, привыкла, например, там, ну, раз там напали на месяцок, на второй слетать, раз, блядь, я не знаю, на, там, летом там куда-нибудь, в Европу слетать разок, ну, как-то там, ну, я не знаю, просто мне сложно понять, на что люди тратят деньги, ну, другие, да, я про себя могу сказать, там, я-то могу видеоигр купить, я просто никуда не хожу, ничего, ну, вот она там, например, любит там, нет, нет, ну, понятно, что на 500 тысяч даже особо там не разгуляешься, ну, нет, нет, в рестораны ходить и так далее, там, пару раз в неделю, глядя, зайди покушай, вкусно посидеть, и ты, вот ты вот, у тебя 70 зарплата, блядь, ну, болит, ты не потянешь, я уж не говорю, даже оплачивать ее не надо, а просто хотя бы пополам, блядь, ну, ты, ну, навряд ли потянешь там, болит, ну, типа, ты скажешь, ну, бля, она же меня любит, она же это самое, ну, пусть она там, как бы, ну, добавит, доплатит, да, она может, и, скорее всего, она так и сделает, просто фишка в другом, фишка в том, что мы сейчас говорим о женщине, ну, в лице Сомбурской, которая просто рассуждает, понятно, что если она дико влюбится, она, может, и с бомжом, блядь, будет жить, с Павелецкого вокзала, блядь, но, как бы, это ее рассуждение, по-моему, нездравое, ну, вот, блядь, и что теперь, ты не можешь лететь, летать, ну, у тебя нет денег, или, типа, она там, я, дорогой, я на Баре, ты ей скажешь, не, давай в Анапу слетай, ну, нахуй ей в Анапу, если она там 10 лет летает на Баре, ну, и, по-моему, это нормально, блядь, по-моему, это нормально, блядь, ну, не хотеть, как бы, ну, не хотеть свой уровень жизни опускать, ну, бытовой какой-то, развлекательный и так далее, я, ну, ничего не вижу в этом плохого, если, ну, человек, который не хочет жить, ну, не хочет какие-то серьезные строить отношения, ну, не имеет такого желания с тем, кто на социальной лестнице стоит намного ниже, но живет, ну, в этом, ну, но живет и, там, с уважением, с пониманием относится ко всем, он никакого негатива у меня не вызывает. Вот если он на короне, всех, кто меньше его зарабатывает, читает за говно, тогда да. А если он, блядь, считает, да, все хорошо, ну, она там, ну, там, ну, не знаю, это ей понравилось, вы там даже переспали, поебались, но она вот дальше анализирует, бля, ну, ну, вот она там, не знаю, вот у нее там карьера, у нее там хорошие заработки, а ты, а ты еще есть такой распиздяй, знаете, блядь, ну, типа, ну, нахуй ей с тобой быть, потрахаться с тобой, да, ну, пожалуйста, а что нет-то? Ну, блядь, каких-то отношений, я уверен, что, там, допустим, та же самая самбурская, ну, у нее были, был секс там, или вот какие-то легкие отношения с теми, кто и меньше зарабатывает. Ну, здесь, я так понимаю, разговор идет именно о каком-то таком совместном серьезном проживании, ну, о серьезных отношениях. То же самое применяется и к мужикам, просто, как бы, так уж повелось, что есть такой вот стереотип, ну, даже не стереотип, некое правило, да, пусть и негласное, что, ну, мужик, как правило, содержит, блядь, женщину. Ну, если брать классическое понимание семьи, мужик, там, кормилит женщина, там, домохозяйка, там, бла-бла-бла, сидит с ребенком, заботится об уюте, мужик зарабатывает деньги. Но, если давайте отбросим вот это, ну, на время вот этот стереотип, это убеждение, ну, представь, ты, блядь, ну, тоже, епта, вот я там живу, да, раз в год там на Бали слетаю, еще что-то, и тут вот, блядь, какая-нибудь, ну, я там начинаю жить женщиной, которая, ну, там, она зарабатывает, блядь, 40 тысяч, да, блядь, ну, и все, это, ну, что мне, дорогая, я на Бали, а ты тут посиди, дома пока. Давай, ты в Анапу лети. Ну, это, это выходит, мне нужно будет, либо мне больше зарабатывать, въебывать больше, либо, ну, ей, блядь, въебывать больше, больше зарабатывать. И, как бы, это, ну, либо уровень жизни понижает. Я хочу на Бали, а не хватает мне на двоих на Бали. Ну, я же не полечу один. Ну, не полетив, не раз в год, например, буду летать, а раз-два. Я не хочу раз-два. Я хочу раз в год. То есть, понимаете, ну, опять же, еще раз говорю, ну, естественно, у меня желание, ну, я такого не хочу. Такое может быть. И, ну, я этого не исключаю. Так же, как я уверен, я не исключаю, что та же самая Сомбурская, хоть она у нас за это самое, ну, она у нас сейчас за такую базу, за базовую личность, о которой мы говорим, так же может, блядь, полюбить безумно какого-нибудь нищеброда и жить с ним, и радоваться. Но желание ее, по-моему, очевидно. И за это ее, там, не знаю, хуесосить в комментариях, блядь. Хуй его знает. Ну, мне кажется, это странная история, блядь. Вот, опять же, это я просто, я рассуждаю о, ну, я сейчас даже не привожу в примеры, что есть всякие, блядь, знаете, нахлебники. Ну, нахуй вот телки, да или мужику нахлебник, или нахлебница. Ну, знаете, вот вам нужна содержантка, блядь, мне вот нахуй, ну, как бы, ну, хотя, опять же, сложно, сложно рассуждать, не имея бабок. Если бы я был миллиардером, ебать, может, блядь, у меня было бы их 10. Содержал бы, давал бы там каждый по 200 тысяч месяцев, ездил бы их и ебал, блядь. Для меня эти 200 тысяч как 200 рублей. Хуй его знает. Ну, мне кажется, блядь, ну, женщине тоже неохота, блядь, чтобы какой-нибудь мужик там нахлебник с ней и жил, блядь, сидел, блядь. Она там зарабатывала, а он ее ебал и еще, блядь, за ее счет, блядь, там, гужбанил. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, это естественное, ну, желание женское, да и мужское зачастую. Вот. Потому что, ну, я вот этих комментирующих с негативом вот эти, блядь, посты, ну, я вот уверен, они, блядь, ну, как бы, сами, ну, в других этих самых пабликах хуесосят, ну, выступают как раз за, то, что, почему это мужик должен, это самое, как его, блядь, спать хочу, пиздец, блядь, в тату-салон еду, еб-тай, не выспался, нихуя, блядь, почему это мужики должны содержать баб, блядь, а, это неправильно, ну, это вот, ну, здесь она, в принципе, то же самое имел в виду, я не хочу содержать, блядь, мужика, а вот она хуевая, ну, то есть, понимаете, это вот есть люди, которые, блядь, у них все, еб-та, у них в голове, там, блядь, каша, блядь, и, ну, там, но они продолжают упорно комментировать, хуесосить всех и вся, считать себя умными, разумными, я удивляюсь, а таких комментировщик, откуда у них сколько времени, они сидят на этих форумах, пишут эти комменты, это же время, еб-та, блядь, пиздец, не, ну, ладно, там есть всякие, там, я не знаю, там, политические посты, там, всякие боты, там, фейки, да, ну, блядь, когда там просто, там, блядь, зайти, потратить пять минут, чтобы там обсудить какой-нибудь, чтобы написать коммен о Сомбурской, который вообще-то, не знает, и нахуй не сралось, а потом, если еще вступить в эту, в эту дискуссию, в эту полемику, в комментариях, это же время, я вообще с таких людей хуею, они либо очень, ну, блядь, либо какие-то бездельники, нахуй, которых, блядь, я не знаю, блядь, ну, они, либо, может, инвалиды, хуй его знает, лежат дома, там, безногие, там, делать нехуй, вот они и строчат комменты, не знаю, вот, короче, вот такие дела, в общем, ничего противоречивого в высказываниях женщин я не вижу, которые, ну, не хотят там жить свою связывать с мужиками, которые на порядок, в том числе, меньше зарабатывают, это естественно, ну, по-моему, мне бы тоже было комфортнее, если бы моя женщина зарабатывала, как я, да, ну, условно, или больше, там, неважно, ну, не меньше, там, в три раза, при условии, что я, там, не мультимиллионер, которому, ну, в принципе, похуй, сколько она там зарабатывает, 500 тысяч в месяц, миллион или 3 миллиона, вот, но я не такой, поэтому, ну, по-моему, она, ну, блядь, там, наверное, еще подпизнули в этом посте, сами допечатали, блядь, но, вот такие дела, посыл такой, что, мне кажется, это очевидно, вот, ничего там плохого нет, и противоречиво, на мой взгляд, тоже, спасибо ребятам, которые подписаны на бусте, которые поддерживают донатами на стримах, копеечка не лишняя, спасибо огромное, прям, каждому, кто смотрел этот ролик, желаю всего самого хорошего, здоровья, счастья личной жизни, бабла, берегите себя, Субтитры сделал DimaTorzok